В марте 2017 года весь интернет облетели фотографии Ольги Бузовой под капельницей. Заголовки шокировали. Бузова находится на грани жизни и смерти. Поклонники девушки изволновались. Что же произошло? Ольга Бузова для меня это феномен на самом деле. Я не могу понять, почему человек настолько сегодня популярный. Ни ума особого, ни в голосе, ни внешностью. Единственное, за что ей нужно поставить большой и жирный плюс, так это в умении быть на виду, в центре внимания. Ольга Бузова попала в больницу. Переживая из-за своего развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она рассказала, что спала всего по 2-3 часа и работала на износ, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Уже несколько лет Ольга Бузова является ведущей телешоу «Дом-2». А еще выступает на корпоративах, поет, занимается дизайном, пишет книги. Вот организм и не справился, дал сбой. Я работаю до тех пор, пока я не прихожу домой и просто у меня, я валюсь с ног. И то, я до сих пор еще не наладила сон нормальный, потому что какой выходной, не дай бог, нет-нет. После развода Бузова съехала из большого подмосковного дома, где жила с Тарасовым, в съемную квартиру. Первое время девушка жила там с мамой и сестрой, которые побоялись оставить ее одну в таком состоянии. Вот что мама телезвезды рассказала в интервью сайту «Дома-2». В один прекрасный день мне позвонила Оля и, рыдая, попросила о помощи. Я приехала, упаковала вещи, как смогла, и перевезла дочь на съемную квартиру. Фактически я застала ее на грани смерти. Она страдала, она переживала, она потеряла не только богатого мужа, но, скорее всего, она потеряла того человека, с которым ей было хорошо, и она где-то его любила. Мама Бузовой говорила, что дочка действительно почти не спала и не ела. Чуть с ума не сошла от переживаний. Последней каплей для ее здоровья стало то, что буквально через три месяца после официального развода Дмитрий Тарасов якобы уже сделал предложение своей новой пассии модели Анастасии Костенко. По крайней мере, в интернете гуляли упорные слухи, что на 23-летии Анастасии Тарасов подарил ей шикарное обручальное кольцо. И хотя официального подтверждения помолвки еще нет, Тарасов, судя по всему, души не чает в Костенко. Везде появляется с ней в обнинку, даже в кедровую бочку на пару в лес. Я не знаю причину развода. Я знаю, что у Димы уже другая девушка, Настя Костенко, по-моему. Именно Настя Костенко, по словам Бузовой, и стала причиной ее развода. Обиженная Ольга не могла сдержаться и высказала мужу в интернете все, что о нем думает. Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Расскажешь, как ты изменял мне с миской? Миской называют девушек, победивших на конкурсах красоты и ставших мисс такой-то или такой-то. В 2014 году Анастасия Костенко участвовала в конкурсе «Мисс Мира». Правда, ничего там не завоевала. Не так давно Тарасов отпраздновал свой день рождения в одном из столичных ресторанов. Там была и Настя Костенко. Фото с праздника попали в сеть. Что тут началось? Оля не смогла смолчать. Досталась и певице Ханне, их общей знакомой, которая спела на дне рождения футболиста. Фу, какая ты продажная! Держать за руку за бабки ростовскую шалаву, которая увыла мужа из семьи. Мне их жалко, на самом деле, потому что это вот как ребенка обидеть, на самом деле. Но она такая, ну, эй, там, вот так вот. Ветер в голове в хорошем плане. Вот, в хорошем смысле этого слова. Причем посылает проклятие недругам Ольга принципиально не в личных сообщениях, которые кроме них никто не увидит, а в публичных комментариях. Представляете, если их лагерь поклонников разделился на две категории. Одни за Ольгу, другие за Тараса. И чтобы, ну, давайте так, переманить поклонников с его стороны, нужно, чтобы он был плохой, а она хорошая. Соответственно, на него нужно вылить уши от грязи, чтобы вот предстать перед своими фанатами в чистом виде. И это делается только для этого. В этом плане Бузова преуспела. Даже маме Тарасова от нее досталось. Хотя раньше на всех фото невестка и свекровь так мило улыбались друг другу. Например, на сайте trinixi.ru есть скриншоты СМС-сообщений Бузовой, где она называет бывшего мужа вместе с мамой животными. Бог вам судья, вы не люди, и вы не знаете, что такое Бог. Животные, Бог вам судья, вам всем. Мама, прощай, увидимся в суде. Люди, которые после развода комментируют друг друга, это отвратительно. Потому что, в любом случае, люди, когда расстались, они должны иметь уважение, прежде всего, к самому себе. Что касается суда, то Ольга имела в виду раздел совместно нажитого в браке имущества. Но ей ничего не досталось. По слухам, Тарасов заблаговременно перевел все имущество и все счета на свою маму. Говорят, сделать это его заставил горький опыт, когда он в 2011-м разводился с женой Оксаной. По суду пришлось уплатить ей 21 миллион рублей. Футболист боялся, что с Олей будет то же самое. Насколько я понимаю, ей не досталось вообще ничего. Он просто ее с вещами выстоял, Ольгу. Вот тут, кстати, тоже загадка. Вот если говорить о материальном, как так-то она все это профилонила-то? Куда все это делаешь? Просохатила. Малышка моя, где твой особняк? И где твой автопарк? С миллионером жила. Позже в сети появилась еще одна переписка Бузовой с Дмитрием Нагиевым. Ольга жалуется телеведущему на жизнь и жаждет понимания. Нагиев в ответ сетует на то, что у него гастроли, предлагает подруге писать и звонить ему, а еще попробовать заняться самоудовлетворением. Кроме переписки в сеть попали и фото полуобнаженной девушки, похожей на Бузову, которые якобы предназначались Дмитрию Нагиеву. Я люблю, когда на меня смотрят. Сама Ольга заявила, что все это фальшивка. Дмитрий, как джентльмен, переписку подтвердил. Мол, я просто поддержал Бузову, но насчет фото сказал. Не видел, не дошли, не закачались. Оля блондинка, несмотря на то, что покрасилась в черный цвет. Она остается блондинкой, вот этой наивной, ранимой блондинкой. И, наверное, ее вот эта эмоциональность, ее надо было куда-то выплеснуть. А если с Димой не общается, то почему бы нет? Я вот ничего плохого не вижу. Нагиев хорошим мужик. Страна поделилась на два лагеря. Одни жалеют Бузову, мол, Тарасов тот еще не хороший человек. Изменял бедной Оле и сейчас ведет себя непорядочно. Еще тело не остыло. В смысле, еще не высохли чернила на штампе о разводе, а он уже снова в ЗАГС собрался. Ей тяжело, я вижу, что ей очень плохо. И мне, конечно, очень жаль. Никому не пожелаю такую ситуацию, когда уходит любимый муж. Она его действительно любила и, скорее всего, мне кажется, все-таки любит. Но другие говорят, что Бузова сама виновата. Повелась на богатенького футболиста, вот и получай. К тому же многие припомнили, что ради нее Тарасов ушел из семьи, где только родилась дочка. И развод самой Бузовой восприняли как справедливое возмездие. Когда перед тобой молодой футболист, говорит, ну так вот, расставив ноги, вальяжно курит. Я вижу эту картину, курит этот кальян. Ну и так вот. Ай, красавица, ты же Бузова. Ну-ка, поди сюда. Хочешь ли колечко? Тут извините, тут уже сердечко тает. И кажется, что так будет вечером. В любом случае, развод Бузовой и Тарасова стал неожиданностью для многих. Со стороны они казались абсолютно счастливой парой. Даже название себе придумали. Тарабузики. Как-то так мило очень, мне кажется. Тарасов Бузова. Тарабузики. Они были идеальной парой. И я воспринимала их всегда как идеальную пару. И я вообще не понимаю, в какой момент, что пошло не так. И как же так? Что же случилось с Тарабузиками? Кто виноват в их расставании? Попробуем разобраться. Ольга Бузова прославилась, став участницей проекта «Дом-2». Она большая молодец. Она очень много над этим работала. Она очень долго к этому шла. Ее путь был далеко не услан розами. И как бы мы помним, как она начинала. Обычной участницей потом, которые чуть-чуть... Которые редактора приносили более красивую одежду, для того, чтобы она получше выглядела. Девиз-шоу «Построй свою любовь». Но сами участники проекта говорят, молодые люди шли туда зачем угодно, только не за любовью. Вот давай по чесноку. Вот по чесноку. Кто еще считает, что там кто-то кого-то любит? И кто вообще туда идет за любовью? Вообще, это же странно, понимаешь? Ты когда-нибудь видела людей, которые, ну, по-честному, любят друг друга, чтобы они там пытались это всем показать? Нет. И это говорит Роман Притяков, который сам вкрутил любовь на телестройки с Ольгой Бузовой. Значит, притворялся или все-таки нет? Безусловно, она является составляющей моей жизни. Поначалу Роман пытался построить любовь с Еленой Берковой. Они даже сыграли шутошную свадьбу. Но потом он, а вместе с ним и вся страна, узнали о порно прошлом Берковой. Рома тут же сбежал от такой невесты, а самой Лене пришлось бежать из проекта. И когда выгнали Ленку Беркову, бедную, 18-летнюю девчонку, как она пошла к воротам, и Роман остался один. А Ольга, по сути, она ни с кем и не была в тот момент. Естественно, шестеренки заработали. Что делать? А что делать? Как быть? Как быть? Ромка, он, знаете, продуман еще тот. Для того, чтобы... Ох, влюбился, сердечко забилось в мою. Таганрог сказал. Ни хрена. Ни хрена подогнал. То же самое и мой. 18-летняя девчонка была такая. Но она прекрасно понимала. Есть правила проекта. Это я считаю, что это конституция. На проекте. Вот красная книжка. Там было черным по белому прописано. Ты должен быть в паре. И ты выиграешь что-то. А так сиди и кушай кашу. Судя по всему, кашу кушать не захотели ни Рома, ни Оля. Поэтому они создали пару. И были ей не один год. Зрители верили в их любовь. Но сказка закончилась, когда Третьяков решил уйти с проекта. А Ольга отказалась. Сегодня Роман Третьяков не комментирует свои отношения с Ольгой. Я дал миллион интервью про нее. Миллион. Вот если она хотя бы на один вопрос про меня ответит, хотя бы на один, я вам отвечу на все вопросы. Задайте ей про меня хотя бы один, пускай ответит. А знаете, что она вам скажет? Мне интересно, следующий вопрос. Я знаю, потому что... Как она общается. Роман считает проект «Дом-2» вместе с Олей Бузовой давно перевернутой страницей. Сегодня он учится на журфаке МГУ, снимается в стендап-шоу и говорит, у него совсем другая жизнь. Это круто, когда у тебя есть возможность на каком-то определенном витке полностью обнулиться. И именно для этого я и делал это. То есть для того, чтобы полностью закрыть одну историю и начать другую. Но многие участники «Дома-2» держались и держатся в проекте до последнего. Зачем уходить? Нас, мол, и тут неплохо кормят. И это правда. Причем в прямом смысле слова. «Дом-2» – оригинальный отечественный формат реалити-шоу. Существует уже 12 лет. В этом проекте участники живут на всем готовеньком. Их кормят, одевают. Этакий пионерский лагерь для взрослых. Там на самом деле, как в детском лагере. Кушаешь, тренируешься, воздух чистый, бассейн. Отснялся там, остальное время ты свободен, гуляй, что хочешь делать. Более того, участникам «Дома-2» платят зарплату. Не сразу. Есть испытательный срок – 101 день. А потом, если к участнику есть зрительский интерес, ему начинают платить деньги. И чем больше этот интерес, тем выше зарплата. Она может доходить до 200 тысяч рублей в месяц. Там уже никто не скрывает, что там получают зарплату. Раньше-то думали, что там так сидят просто. На самом деле, там заключают договора, получают зарплату официально. Если человек интересен, если человек рейтинговый, соответственно, он получает определенную зарплату. А если человек не интересен, мы его оттуда выгоняем. Оплачивают участникам «Дома-2» и пластические операции, и свадебные торжества. И все это за просто так. Знай, гуляй себе, общайся, занимайся любовью. Но еще иногда поругайся чуток или подерись. Для многих представителей молодого поколения именно так выглядит рай. Свадьбу оплачивают. Да, выделяют. Раньше, по-моему, на свадьбу выделяли 500 тысяч рублей. Сейчас выделяют, насколько ясно, миллион рублей. Сама Бузова, кроме как с Третьяковым, ни с кем другим любовь на «Доме-2» не крутила. А потом и вовсе перестала быть участницей проекта и стала ведущей. До знакомства с Тарасовым ей приписывали только роман с неким бизнесменом Сорокином. Да еще говорили, что она встречалась с телеведущим Арчи, Артуром Цветковым. Как бы это нельзя назвать, что мы там встречались. Мне кажется, что люди встречаются, это когда год-два. Мы, скажем так, мы встретились на определенном отрезке жизненного пути, провели какое-то время вместе, и дальше каждый пошел своей дорогой. Вот, собственно, и весь послужной список Бузовой. Просто монашеский по сравнению со многими нашими звездами. Я думаю, что она светлый человек все-таки. Вопрос только в том, есть ли любовь на самом деле. Потому что если есть любовь, можно преодолеть все, что угодно. Если его нету, к сожалению, то люди расстаются. С Дмитрием Тарасовым Ольга познакомилась на тусовке. Она всегда любила светские мероприятия, старалась ни одно не пропускать. Оля, я знакома уже, наверное, лет семь. То есть тогда, когда она еще... Не было инстаграма, не было всей этой шумихи. И тогда было огромное количество тусовок, гораздо больше, лет шесть назад. Оля была везде. То есть презентация песни, туалетные бумаги, презентация кофе, показ, тости. Оля была везде. Наглая такая пафосная тусовщица. Вот такое мнение у меня складывалось. Даже если ее не приглашали, Гузова все равно всеми правдами и неправдами пыталась попасть на вечеринку. У меня был личный мотив на эту тему, потому что лет пять назад она пришла на мою презентацию и просилась. Мы ее не пускали, мы ее не звали, не ждали, она дошла и говорилось только какой-то чепухи. Мне не хочется быть одной из тех, кто кидает в нее камнями, но и что-то такое сказать про нее большое, хорошее, я тоже не могу. На одной из вечеринок Гузова и познакомилась с Тарасовым. Как ты меня нашла? Как ты меня нашла? Как ты меня нашла? Ты же меня искала. Я вообще не знала, кто это знакомо. А я никогда не смотрел твою программу, когда я тоже не знал. Ты сейчас не говоришь. Это уже все знают. Нет, я раньше смотрел. А ты хорошо объясни, почему ты смотрел? Если ты объяснишь, то ты меня хорошо знаешь. Что за тебя было интересно? Нет, ты не трогал. А что, почему? Потому что я играл в Томске на тот период. Мне сняли квартиру однокомнатную. А, и от скуки ты нашла смотреть. Мне опять ничего не помнишь. И у меня поставили телевизор такой, ну погоди, он в область бил по нему, телевизор не показывал. У меня так же ПНТ только показывал. Но это раньше Ольгу можно было не знать. А сегодня она настоящая звезда. Кстати, именно благодаря разводу с Тарасовым. Это после него Бузова замелькала на обложках топовых глянцевых журналов и стала раздавать интервью в телепередачах федеральных каналов. Вот уж действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Казалось бы, нет такого человека, который ее не знает. Хотя нет, один все-таки нашелся. Я мало знаю новых артистов. Мне стыдно немножко. Ольга, вы не знаете? Оля Бузова, вы ее не знаете? Может, песня знаю, но я не слежу, понимаете. Мне стыдно. Ольга уверяет, что тоже не знала, кто такой Тарасов. Но не лукавит ли девушка? Наверняка подружки нашептали ей, что Дмитрий известный футболист. Он играет за московский локомотив. Два раза выступал за сборную на мировых чемпионатах. Правда, ни одного гола так и не забил. Впрочем, это не мешает Тарасову зарабатывать по слухам 2 миллиона евро в год. Выйти замуж за футболиста – мечта многих девушек. Все мы знаем о заоблачных гонорарах наших футболистов. Вот только несколько примеров. Артем Тюба зарабатывает 272 миллиона рублей в год. Игорь Денисов – 303 миллиона. Александр Кокорин – 379. Так что шампанское за 14 миллионов рублей для них, но если не мелочи, то довольно незначительные траты. И главное, так можно зарабатывать даже не забивая голову, что, собственно, наши футболисты и делают. Например, на Евро 2016 сборная позорно проиграла команде Уэйса и укатила домой сразу, вылетев из группы. Зато жили футболисты в шикарных номерах за 100 тысяч рублей в сутки. А их жены и невесты закупались в магазинах, не считая деньги. Например, вот эта сумочка из кожи теленка подруги нападающего Федора Смолова стоит 1 миллион рублей. Жены футболистов ни в чем себе не отказывают. Ездят на бентли, катаются на яхтах, ходят по салонам красоты и фитнес-центрам, выгуливают новые шубы и сумки, тратят на пластические операции миллионы и даже снимают клипы. Курточки пошли, давайте. Чем Ольга Бузова хуже? Наверное, и она захотела так жить. А тут Дмитрий Тарасов как раз подвернулся. Телезвезду даже не смутило то, что у спортсмена на тот момент был гражданский брак, где подрастала недавно родившаяся дочка. Многие говорят, что увела, там еще что-то. Правда, сами тарабузики уверяли, что никто, никого, ни у кого не уводил. И Тарасов уже был свободен целых три месяца. Мало кто знает, что когда мы с Димой познакомились, он уже остался со своей бывшей женой. И он уже три месяца жил один. Об этом никто не знает и, может быть, и не нужно об этом говорить. Зачем? Душа и сердце у меня был свободен. И не такой человек, как он гулящий, мне это особо не очень интересно. Да, были периоды какие-то там 18 лет, но это молодость, это нормально. А потом уже все. Я люблю серьезные отношения, мне это нравится. И я уверен, что с Олей у нас все навсегда. Является ли ваше желание стать супругими, взаимными, свободными и местными? Прошу ответить вас. Да. Ваша ответа есть. Да. Свадьба Бузовой и Тарасова состоялась 26 июня 2012 года. Официальная часть церемонии прошла в Грибоедовском ЗАГСе. В саму свадьбу гуляли на корабле. Во время речного путешествия судно остановилось возле Новоспасского моста, где все желающие могли увидеть фразу на мосток, сделанную из воздушных шаров. Оля, я тебя люблю. И Оля была счастлива. Мы для одного телевизионного канала снимали. Я пошел с ней выбирать нижнее белье под свадебное платье. Себе она выбирала и мужу она выбирала в будущем. Но Оля, конечно, странный вкус. То ей не нравилось, это не нравилось, и там не нравилось. На каком-то красном, что ли, мы остановились, бабушкиным варианте. И тогда взяли белье. Она была тогда влюблена абсолютно. А потом девушка влюблена. Когда девушка влюблена, она... Тогда она выбирала эти трусы, и она была счастлива. Я люблю, и я буду выходить в этих любимых трусах замуж. Я всегда говорила, что я выйду замуж только один раз и навсегда. Увы, так не получилось. Кстати, некоторые из друзей Бузовой сразу об этом подумали. Я помню, когда они поженились, я где-то написал даже, так он, ну, это будет жениться раз за разом. Оля, это просто очередная. Написал, это было в паблике. Но обиделась на меня. Обиделась на меня, разговаривал со мной годами. Гадами. Но почему случился этот развод? Ольга озвучила единственную причину. Дмитрий ей изменил. И в это можно легко поверить. Судя по тому, как быстро он нашел Бузовой замену. Я на стороне Ольги Бузовой в этом случае. По слухам, по сплетням, много всего мы написали, изучили, да, по слухам, по сплетням. Все-таки это он сделал ей больно. Вот я как журналист, я понимаю, можно читать между строк, да, он сделал больно. Он изменил, я в этом уверен. А что сделать, если человек там, жена, да, и он влюбился? Вот он влюбился, что сделать? То есть я считаю, некрасиво, некрасиво, это тогда, когда у тебя есть жена, да, и ты на стороне, там, на протяжении, там, двух, трех лет, там, пяти лет, там, ну, как сказать, рога ей наставляешь, в принципе. Вот это вот некрасиво, я так думаю, да. Вот. Вот. Поэтому здесь, в этом плане, что красиво, некрасиво, я не могу сказать. Вот. Я считаю, что, не знаю, почему, да, не знаю, почему, но вот Дима влюбился вот в эту Анастасию. Может быть, она ее приворожила, я не знаю. Вот. Поэтому результат налицо, то есть Дима там счастлив, я так понимаю. Но и с Бузовой он в свое время был счастлив. Почему же предпочел ей другую? Мы позвонили самому Дмитрию, чтобы узнать это. Ну, я не комментирую, вы же видите, я, что я вам помню, первое. До свидания. Знаете, почему пара расходится? Потому что не на чем эту семью удерживать. Они на чем ее построили? На обоюдном пиаре, да, давайте так скажем. А жизнь же это не только шоу, это же жизнь, это быт, это уважение, это компромиссы. А их они не наработали, они не знали, как что-то исправиться. Ходили слухи, что пара рассталась из-за того, что Ольга якобы не хотела рожать детей. Мол, я вся в карьере и в творчестве, а Тарасов хотел. Вот что он говорил пару лет назад. Конечно же, нам не хватает детей. И мы не загадываем, мы не скажем, что планируем и думаем об этом. Потому что мы сами, когда мы придем, когда будем оба готовы. Я не хочу, чтобы кто-то был один готов и хотел, а другой человек или сомневался, или был неуверен, или что-то боялся. Явно Тарасов намекал на Бузову. Но Ольга, судя по всему, не торопилась становиться мамой. Родить просто, чтобы сказать, вот, смотрите, я выполнила свою функцию женскую, чтобы всех успокоить. Нет, я не комплексую, что у меня 31, у меня нет детей. Нет. Будет 35, значит, будет в 35. В 40, в 50, значит, буду рожать в 50. Ну-ну. Впрочем, дети в предыдущих браках Тарасова не остановили его от ухода из семьи. Так что, скорее всего, причиной для развода Тарабузиков стало что-то другое. Говорили о том, что футболист просто устал от постоянной публичности. О том, что каждый его с женой шаг выкладывался в Инстаграм на многомиллионный просмотр. Как он сам написал Ольге уже после развода, прекращай работать на публику. Жизнь не театр и не цирк. Но нам кажется, Дмитрий лукавен. Он и сам тот еще любитель Инстаграма. На странице в Инстаграме я выкладываю, как проходит, протекает моя жизнь. И чем я занимаюсь. Что мне хочется выучить. Выбираем спектакли, чтобы нам советовали. Кто-то уже был. Мы не будем просто там, для галочки. Да, и последний раз мы встретили Сулского как раз. Предпоследний раз. Предпоследний раз, да. Сулского встретили. Я сейчас его не вспомню. Выкладываю на Инстаграме. Вот так вот. К тому же Дмитрий знал, на ком женился. Он же женился не на Клаве Кукушкиной, да, из Новосибирска. Он женился на Ольге Бузовой. До него, до нее. Его никто не знал. Начнем с того. На первых заголовках он не появлялся. Да, может быть, он крутой футболист, но именно благодаря Бузовой у него появились поклонницы, у него появились фанатки, у него появились много подписчиков в Инстаграм. Ну так ведь. И он знал, куда он шел, что он женится на Бузовой. Бузовой популярный. Она его раскрутила фактически. Дура. Я не умная, потому что у меня все, что происходит, это мое упорство, трудолюбие. Мозги мне не даны. По крайней мере, честно. Впрочем, женщины делятся, как известно, на прелесть, каких дурочек и ужас, каких дур. Ольга явно относится к первому типу. И разве это плохо? Оля очень открытый человек. Я дура? Значит, я дура. Вот мне это поражало всегда. Я дура. И она говорит об этом. Все там пытаются прикидываться, она такая, нет. И вот она правда, она как, не знаю, очень наивная. Хотя ее друзья утверждают, Оля не такая простушка, как кажется. Какая же она глупая. Ну вы чего, ребята. Она вас вот так на пальцы верстит на самом деле, привлекая и так далее. Да, наивность это такой образ, Олькин. Она им умело пользуется. Но сейчас этой наивности уже все меньше и меньше. Даже вот в этой внешней подаче. Она понимает, что это тоже уже как бы, ну такой немножко момент, такой, ну, глуповато это разыгрывать эту карту. Но какая бы Бузова ни была на самом деле, из-за развода она переживала искренне. Девушка постоянно плакала. Но при этом рядом всегда загадочным образом оказывались фото и телекамеры. Не надо нас держать за дураков, когда ты, например, плачешь после развода. Но это все-таки очень личная история, да. Даже это она умудрилась выставить на показ. Ее где-то там сняли, плачущую. Ну и наверняка не без ее участия все это было размещено в сети. Потому что если человек хочет действительно поплакать и искренне это делает, он закрывается, чтобы его никто не видел. Правильно? И не делает это в каком-то месте, где могут стоять люди и снимать. Как будто она этого не видела. Ольга Бузова действительно выкладывает в интернет каждый свой шаг. Инстаграм – это ее страсть. Причина появления поста может быть любой. Едет ли она в машине? Спускается по лестнице? Или посещает зоопарк? Это кто такой? Все мы сейчас зависимы от социальных сетей. Все наркоманы, все, включая меня, ну совсем вот так вот. Каждый носочек, каждый мизинчик, каждый ноготочек, все сразу в инстаграм. Вот он секрет успеха в инстаграме. Каждый волосок в инстаграм выкладывать. Ну я бы так не смог, я бы в дурке уже оказалась. Но что Мавридия смерть, то Бузовой хорошо. Она живет в сети. Куда пошла? Что поела? Чем накрасила глаза? Все в инстаграм. Смеется, плачет, танцует, поет. Все в инстаграм. Но если вы думаете, что она делает это просто так, от нечего делать, вы сильно ошибаетесь. Самые известные работают не над отношениями. Самые известные, я же уже говорил, что самые известные герои работают над монетизацией своей популярности. А поскольку люди вообще, в принципе, существа очень жадные, то любой популярности является, ну, недостаточной. И поэтому самые популярные герои на то и популярны, потому что они все время работают над своей популярностью. Ольга Бузова очень даже неплохо монетизирует свою популярность. В первую очередь на том же самом инстаграме. Заработки в инстаграме. Рекламодатели обращаются к медийной персоне, чтобы она сфотографировалась с их товаром, выложила фото в сеть и сопроводила его небольшим рассказом. Как бы от себя лично. Мол, это мой любимый шампунь, или я всегда покупаю публики именно в этой лавке. Чем больше подписчиков у звезды, тем выше гонорары за рекламу. Они могут достигать сотен тысяч рублей за пост. А загляните в инстаграм к Бузовой. Вот она рекламирует спортивный костюм. Вот шоколадный батончик. И так почти на каждом снимке. Инстаграм сейчас, да, есть такой, да, это очень большой двигатель торговли на самом деле, да, это очень сильный клав. Если рассматривать биржу рекламы Флайбер, то расценки в инстаграме такие. От тысячи до десяти тысяч подписчиков до трех тысяч рублей за пост. От десяти тысяч до ста тысяч человек до десяти тысяч рублей. От ста тысяч до пятисот тысяч до семнадцати тысяч рублей. Свыше пятисот тысяч до одного миллиона рублей и тому подобное. Причем для селебрити расценки выше. Теперь давайте посчитаем. Как говорят, при миллионе подписчиков можно зарабатывать два миллиона рублей в месяц. У Ольги Бузовой их девять миллионов. То есть, гипотетически, она получает в месяц восемнадцать миллионов рублей. Плюс три миллиона заведения дома-2. По слухам, именно столько ей платят на проекте. Берем калькулятор. Получается, в год Бузова может зарабатывать двести пятьдесят миллионов рублей. Больше, чем получал ее бывший муж Дмитрий Тарасов. Так что, в отличие от других жен-футболистов, Ольга никогда не сидела у мужа на шее. Она правильно в этом плане. То есть, она не встречается со всеми подряд. Независимо от того, какие подарки ей дать. Машины, вертолеты, самолеты, дорогую одежду. Она принимает эти подарки. Почему бы и нет? Она свободная девушка, правильно? Но, я думаю, грани она не переходит. Так что, после развода Ольга Бузова явно не бедствует. Но ей, похоже, одного инстаграма мало. Она нашла себе еще один способ заработка. Оля запела. Запела! Да, нет слуха, да, нет голоса, но она этого не отрицает. Вот парадокс Бузовой. Она этого не отрицает. У меня нет голоса, у меня нет слуха, но все равно круче там какой-нибудь Ларисы должен быть. Я привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверить, да нет слезы, это просто вода. Понимаете, в случае с Ольгой Бузовой нельзя говорить ни о каком-то таланте, ни о каком-то творчестве. Тот самый случай, когда человек очень любит деньги, на мой взгляд. Таких певиц, как Ольга Бузова, в караоке полно. В московские зайдите в караоке или даже в любом другом городе. Таких певец, и даже люди лучше поют, и лучше выглядят. Я просто не представляю себе, что человек с здравом ветвьей памяти включил песню Ольги Бузовой и слушал и получал такого наслаждения. Но Оля, опять же, все это говоря простым языком, по барабану. Хочет и поет. Вот мы сейчас обсуждаем в данной ситуации ее. Значит, она уже добилась больших успехов. Ну нет, она человек-труженик, человек со своим видением. Она не боится быть такой, какой там, например, одиозный, грубо говоря, человек, который вызывает неоднозначную реакцию. Вот как раз про нее я говорил, может быть, ее кто-то безумно любит, кто-то сильно ненавидит. Это замечательно. Так это о том, что она человек достойный внимания. Ольга Бузова выпускает новые клипы, как пирожки печет. Вот съемки ее нового клипа на песню «Будет жарко». И жарко было уже на самой съемочной площадке, когда Ольга случайно, а может и не случайно, обнажила свою грудь. Многие в интернете тут же поглумились над сомнительными прелестями звезды. Мне не нравится, когда она сильно худая. Я люблю, когда, знаете, все подрастает на ней. Ух! Я люблю вообще таких в теле. И мне нравится, когда Ольга поднабирает. Я не люблю, когда вот эти ребра, все эти, ну, худая. Но Бузова умудряется не обращать внимания на колкости в свой адрес. И не спешит становиться очередной силиконовой девицей. А что? Молодец? В конце концов, на вкус и цвет товарищей нет. Грудь моя. Или отсутствие груди. Я себя люблю такую, какая я езжу. Это самое главное. Сегодня Ольга все еще переживает из-за развода. Ни о каких кавалерах она пока и не думает. Хотя, по ее же словам, поклонников хватает. Несмотря на то, что многие мужчины говорят, что Бузова, прямо скажем, на любителя. Что касаемо красоты, Оля харизматична. Ну, я бы как мужчина не знаю. Другой тут девушек нравится. Ее даже и красавица ты не назовешь. Ну, кроме длинных ног, наверное, там, других достоинств у нее нет. На мой взгляд. А вот другим нравится. Один из поклонников даже якобы подарил Оле машину за 10 миллионов рублей. Почему бы не подарить машину красивой Ольге Бузовой? Почему бы не подарить клип? Мне тоже некоторые тетеньки что-то дарят. Я же беру. Я же беру и не стремаюсь. А что там такого? Ну да, оплатили мы клип, ну да, оплатили машину. Это же классно. А что там было после, это нас не касает. Конечно, как любая девушка, Ольга Бузова хочет большой и чисто любви. С Тарасовым не получилось. Но в конце концов на нем свет клином не сошелся. И мы верим, что Ольга обязательно найдет новую любовь. Вы знаете, мне кажется, искать не надо. Это вот большая ошибка многих девушек, которые вечно находятся в поиске. У них сразу такое состояние. Так, надо идти. Вот я сейчас поеду, буду искать. Не надо искать. Отпустите ситуацию. Если даже вы одиноки, то значит, что Вселенная вам пока не дает цикла. Субтитры сделал DimaTorzok